Диетолог Светлана Арканова Диетолог Светлана Арканова Диетолог Светлана Арканова Вашего салата, да, она менее калорийная. Тоже как вариант. Добавьте, допустим, не колбасу, а мясо. Либо рыбу, либо птицу. Соус, как я уже сказала, домашний. Либо вообще замените майонез, сметаной, либо йогуртом. Вареную картошку можно попробовать заменить, допустим, на вареную фасоль. Мне кажется, это пока слишком сложно отказаться от картошки в пользу фасоля. Почему? Какая неравная битва. Нет, ну вы же добавляете горошек, а вкус вас ничуть не смущает. Поэтому, если вы добавите фасоль, то даже и на горошки можно уже будет сэкономить. То есть у вас уже будет вот этот же вкус, ну примерно. Потому что действительно белая фасоль по вкусу, иногда она похожа на картофель. И некоторые могут даже и не отличить. Это если в салате, а уж в супе или в овчах. Очень легко и просто заменяется. Бобовые я вообще очень люблю. Вижу от них хороший эффект. И очень часто пациенты мои с удовольствием заменяют картофель именно на бобовые. Поэтому тоже как вариант можно попробовать. Ну и опять же наши любимые традиционные салаты, оливье, селедка под шубой содержат большое количество вареных крахмалистых овощей. Поэтому, ну как вариант тоже можно заменить. Кстати, часть вареные смешать, допустим, вареную свеклу с сырой свеклой, мелкой ее на терке потереть. Тоже уменьшить и значительно калорийность блюда. Но это для тех вот, кто хочет, кто ищет какие-то варианты, да, чтобы сделать новогодний стол менее калорийным и действительно, чтобы праздники прошли без последствий. Сейчас жизнь у нас все быстрее и быстрее. Вот вы уже говорили о том, что лучше готовить самим. Можно ли использовать полуфабрикаты для того, чтобы немножко помочь себе? Или это также опасно? Ну, если речь идет о вареных овощах, какой-то там на тертой морковке или просто вареном картофеле, вареной свекле, вареной морковке, то, наверное, да. Если опять же срок годности соответствует, да. То есть какие-то котлетки? Котлетки нет. Вот фарш однозначно производителя, тем более в новогодние праздники, понимая, что все равно товар будет пользоваться спросом, я думаю, конечно же, они немножко лукавят. Поэтому нужно быть аккуратным, внимательным, мудительным. И потом фарш с теми возможностями, которые сейчас имеет хозяйка на кухне, я имею в виду тот ассортимент бытовой техники, сделать фарш, ну, не представляет вообще совершенно никакой трудности. Буквально делается за секунду. Если это еще не первый раз вы делаете, да, то, ну, там считанные пять минут для хозяйки. Это ничего не стоит, а здоровье сэкономит и вам, и семье ваше значительно. Поэтому по возможности делайте все сами, быстро. Можно фар, кстати, приготовить заранее, заморозить его, даже в виде тех же котлет, сформировать, положить в морозилку, и потом, когда вам необходимо, достать и прям мороженое положить на сковородку. Приготовить их либо в мультиварку, в пароварку, в духовку, куда хотите. Готовьте полуфабрикаты сами заранее, тогда точно никаких проблем не будет. Это тоже дело привычки. То есть кажется, что сначала, ой, это много времени занимает. На самом деле нет. Я не люблю долгие рецепты, не люблю долго готовить. Если вам хочется, конечно, на Новый год что-то особенное, да, то тогда придется повозиться. Но опять, чтобы это было не в ущерб вашему здоровью, в вашем времени, чтобы и вы потом получили удовольствие от этого процесса. У нас есть традиционные новогодние блюда, например, селедка под шубы, салат оливье, заливной из рыбы. От них сложно отказаться. Это уже традиция, да. Что можно, как можно дополнить праздничный стол, чтобы минимизировать вред для организма? Может быть, чем-то сбалансировать? Ну, наверное, вот эти все салаты, которые вы перечислили, они уже сами по себе полноценные блюда. Просто не старайтесь к этим салатам подавать еще первое, второе, там горячее, да, какое-то. То есть это не закуска, да, получается, салат? Нет. Вы как в садике сначала салат, первое, второе, десерт. Нет, если мы говорим о салате, как, допустим, чем-то вот не основным, да, перед блюдом, просто как разминка такая, да, легкая закуска, то это должна быть овощная нарезка, это не салат. Либо это салат, состоящий из листовой зелени, большого количества клетчатки, да, как правило, эти... Нет, нет, цезарь тоже содержит достаточно сложный такой соус калорийный, и там же и хлеб, и сыр, то есть, понимаете, это уже комплексно, это действительно основное такое хорошее блюдо получается, достаточно сытное. По сути, даже одним цезарем можно уже хорошо покушать, перекусить здорово. Уж если мы говорим про новогоднюю ночь, то ночью, конечно же, нужно, чтобы стол, скорее всего, напоминал, да, какие-то легкие закуски, которые быстро у вас переварятся, не оставят ощущения тяжести. Поэтому, значит, что, салаты, допустим, они будут, можно даже пойти на такую небольшую хитрость, эти салаты, допустим, уже порционно разложить в небольшие какие-то тарелочки, чтобы каждый попробовал по чуть-чуть, но не наедался этим, да, тогда у человека не будет риска переесть, потому что он попробует, вернее, съест вот одного салата, второго, третьего, тут еще мясо, тут еще картошка, тут рыбу поднесли, и, конечно, уже перебор получится. Поэтому, если все приготовить в виде таких маленьких закусочек, то проблем никаких быть не должно. Второй момент, все-таки должны, я считаю, обязательно должны быть овощи на столе. Овощи вот именно в виде нарезки, салатные листья. Сейчас огромный выбор в магазинах, это здорово, на это всегда очень приятно смотреть, когда зимой большое количество зелени. Ну, я считаю, что это здорово облегчает все-таки процесс пищеварения и дает тоже ощущение сытости за счет большого количества клетчатки. Поэтому как раз в свое застолье можно и начать с каких-то легких салатов, легких закусок, легких. Не на основе майонеза, сыра, там, яиц, мяса и так далее, да. То есть подбой курантов нужно немножко размять желудок, да, что-то чем-то листовым, вот как раз свеженьким, а потом уже можно переходить. А потом уже переходить постепенно к каким-то блюдам, которые более основательно, такие более калорийные, более жирные. Как часто можно есть, вот ваш совет. Ну, смотрите. Блюдо, которое, в общем-то, не должно принести никаких неприятных ощущений после любого употребления. И тот же самый наш любимый традиционный холодец, пожалуйста, пусть будет. И если у вас еще на столе будут специи и какие-то приправы, которые помогают пищеварению, допустим, куркума, имбирь, гвоздик, корица, либо чай вы заварите, да, на основе вот всего этого, мята, шиповник, то это тоже, в общем-то, облегчит пищеварение, добавит вас, зарядит вас энергией, потому что, как правило, шиповник, допустим, какие-то морсы, они содержат ягоды, а ягоды – источник витаминов, да. Ну, и опять же, на столе, кстати, вот про ягоды говорили, заговорили, тоже могут быть замороженные ягоды, либо размороженные ягоды. Это очень здорово, то, что вы с лета заготовили, это, во-первых, разнообразит ваш стол, во-вторых, украсит очень блюдо, потому что замороженными ягодами, брусникой, клюквой, черникой, можно посыпать любое блюдо, оно будет выглядеть гораздо привлекательнее, праздничней, да, ну, и опять же, добавит какую-то пикантность, изюминку свою, кислинку в блюдо. Если говорить о фруктах, понятно, что мандарины – это уже символ Нового года. Стоит ли что-то еще поставить на праздничный стол для того, чтобы помочь своему желудку? Ну, фрукты, в общем-то, такой очень спорный продукт, потому что содержит большое количество сахаров, несмотря на то, что и клетчатка в некоторых фруктах присутствует. Но опять же, пусть это будет, но чуть-чуть совсем. То есть они как раз не помогают, это не диетическое питание. Нет, это совершенно не диетическое питание, и вообще лучше, конечно, ночью фрукты не кушать. Покушайте их утром, пожалуйста, да. А вот ночь пусть будет такая вот более легкая. Но потом, наверное, новогодняя ночь-то она не для того, чтобы вот прям есть и есть и есть, для того, чтобы праздновать, радоваться. А праздновать для праздника нужна какая-то легкость, нужна энергия, да, а не тяжесть и неприятные ощущения. Поэтому всё хорошо в меру. Просто знайте свою меру, и тогда праздник точно пройдёт у вас на ура. Когда видишь такое количество изобилия, которое обычно мама готовит, которое сами тоже привыкаем готовить, очень сложно себя остановить. Но не ставьте все блюда сразу на стол. То есть будет постепенная какая-то подача блюд. От простого к сложному. Либо наоборот, если вы садитесь рано, допустим, можно вообще вот такая вот идея, она пришла мне в голову несколько лет назад, и мы примерно в семье так и делаем. У нас обычный ужин, то есть вот в то время, в которое мы привыкли, часов в 6, в 7. А новогодняя ночь, она уже лёгкая. То есть это какие-то вот совершенно лёгкие закуски. Там шампанское традиционное, да, и потом можно пойти погулять с ним. Больше что в этом году обещают замечательную программу. И погода благоволит. Так что если вы после застолья, после боя курантов ещё отправитесь погулять, посмотреть салют, сходить в гости к Деду Морозу, то будет очень здорово. Любая физическая активность после еды, она лишь облегчает пищеварение. Поэтому не сидите за столом, либо танцуйте, либо гуляйте, либо пойте песни, но как-то тратите ту энергию, которую вы получили с едой. Мы привыкли, что на Новый год нужно наготовить так, чтобы хватило на все новогодние праздники, и дальше уже не напрягаться. Это действительно так? Так вот вы как диетолог советуете действительно заранее подготовиться к каникулам, скажем так? Купить продукты, сделать какие-то полуфабрикаты, хранить их в холодильнике, либо в морозильной камере, да. А вот готовить и уже готовые блюда хранить в холодильнике, наверное, нет. Потому что все-таки свежеприготовленная пища, она гораздо более энергетически богата, если даже вот из таких каких-то тонких позиций говорить. И более вкусная, считается, чем повторно разогретая, да. Так вот тоже несколько дней постояла в холодильнике, считается уже, ну там в восточных традициях даже мертвой едой, то есть ее не рекомендуют употреблять. У нас символ Нового года – это свинья, и есть такое убеждение, что в этом году свинину есть не стоит. Есть ли действительно какие-то нюансы здесь по тому, какое мясо подавать на стол? Или все-таки выбор каждого? Ну опять же, в новогоднюю ночь все-таки отдавать предпочтение лучше нежирным сортам мяса. Вот как раз жирную рыбу, допустим, красную рыбу, селедку всеми любимую, да, скумбрию, ее можно оставить. Особенно если вы эту скумбрию сельдь солили сами, либо красную рыбу, то здесь, конечно, ну икра тоже, да, традиционное блюдо новогоднего стола, причем не обязательно покупать красную икру. Такой маленький секрет – икра любых рыб абсолютно обладает достаточно большой питательной ценностью, поэтому совершенно… То есть икра мойва тоже подойдет? Икра мойва, а икра щуки еще более ценная, более полезная. Поэтому если вам встретится какая-то другая икра, берите, не раздумывая, вы также получите от нее не меньше пользы, чем от любой другой. А что касается жирного мяса, ну да, наверное, все-таки возрастным людям, детям и всем тем, у кого есть проблемы с пищеварением, ну, тяжело будет переварить ночью какие-то жирные блюда, почему? По той лишь простой причине, что к вечеру наш организм уже готовится ко сну, к отдыху. В силу привычки, да, потому что мы все дети, солнце, как я это говорю, подчинены определенным биологическим ритмам, и с наступлением темноты количество ферментов в нашей крови снижается. Поэтому если мы кушаем тогда, когда уже солнышко село, мы гораздо сложнее все это перевариваем. Как правило, пищу уже не, ну, нет такого большого количества пищеварительных ферментов, она с трудом переваривается, либо вообще не переваривается, из-за этого возникает очень много проблем. Поэтому все-таки с наступлением вечера пища должна быть более легкой. Спасибо вам большое. Надеюсь, что ваши советы помогут Рязанцам чувствовать себя прекрасно в новогоднюю ночь и активно гулять все новогодние каникулы. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Светлана Арканова, диетолог. До новых встреч!